Хардкор Дельф. Уже анонсировали приватные лиги, но я не буду играть в приватную лигу, типа не буду сам создавать, но и ни с кем играть не хочу. Это просто Хардкор Дельф. Уже анонсировали следующую лигу. Уже анонсировали. Урон вроде нормальный. Лабу я первую прошел. Но у СНС Дрейна, конечно, не урон. Соло цель такой себе. На самом деле так. Вот он сейф тп. Вот так я краба убиваю через сейф тп. Я объясню, почему урона в соло цель не так много, потому что я лабу взял на заряды с убийств. То есть я больше урона получаю, когда забиваю противников на каких-то стаках. А в соло цель не такой большой урон. Ну, хотя тоже достаточный. Вот так, пережидаю я вот эту стадию, когда вода сужается. Очень опасно, мне кажется. Слушай, я предпочитаю уходить в этот момент. Вот так у меня много ловона, когда я заряда настакиваю. Четыре заряда энергии, четыре заряда ярости. Использую вот каменного голема и арктик армор. Просто, ну, по сути, никакие ауры больше не нужны. Не нужны. Или еще что-то. Играю с молом. Конечно же с молом. Вот это тоже опасная стадия. Играю без такой тотема. Без такой тотема, потому что у меня тотем с визером. Прокачка, в принципе, стандартная. Вот уже мол взят. Вот тут нодики взял на урон. Вот тут нодики на постепенный урон. Вот еще у охотницы. Вот тут ноды на урон хаоса. И у ведьмы вот тут ноды. Кстати, есть еще вариант. Я вот как-то играл эссенс дрейном. Я брал пута времени. Пута времени с богохульством. Вот тут я не знаю. Наверное, все-таки стоит или нет. Потому что не так много мана тратит. 30% или сколько там резервится. Ну, мне кажется, типа это не так много на самом деле. Или лучше не стоит. Я подумаю еще. Ну, пока что вот с ледяной дорогой бегаю. Она 25 маны резервит. Четверть маны, но это по сути не так много. Вот тут нодики взял на реал эффект. На самом деле это стандартная прокачка. Потом вот как-то вот так. И вот в эту хпшку. Или вот через вот эти ноды. Я не знаю. Еще у меня джевулов не стоит. Ни одного. Надо джевулов ставить. У меня есть один джевул. Очень хороший выпал. Еще вот очень важные параметры. Это акробатикс. Ну, я имею в виду ноды. Акробатикс и фейс акробатикс тоже очень важны. Но мне вот далековато пока до них. Я даже не знаю, когда их стоит вкачивать. Перед картами. Или потом уже, когда на карты выйду. Повторюсь, это хардкор-дельф обычный. То есть это не платная лига вот эта вот. Ну, я имею в виду неприватная. Это просто хардкор-дельф. Пора уже разминаться перед следующей лигой. Потому что у меня перерыв долгий был. Я просто не играл в бою. Вот. Ну, там заходил чуть-чуть поиграть. Вот. Рипался. Ну, то есть ничего интересного. Пора уже начинать по-нормальному разминаться. Перед следующей, так сказать, лигой. Не знаю, обновять ли там дерево умений. Надо ждать починутцев. Не знаю. Ну, типа Essence Train мне очень давно уже нравится. Я одно время вообще считал его лучшим скиллом в игре. Essence Train. Но, все-таки он уязвимый. Потому что сам тень. Проблема не в Essence Train даже, а в самой тени. Вот в этом подклассе. То, что он, конечно, уязвимый достаточно. Достаточно. Вот. И вот тут эта лаба, она, в принципе, от ковитости особо не придает. Как мне кажется. Взял ноды на заряды. Вот, в принципе, разделался с крабом. Ну, так. Можно сказать, достаточно быстро. Не знаю. Твинка шмота я решил особо не покупать. Я решил сам. То есть, ну, своими силами. Единственное, что я покупал, это Bright Big. Ну, Bright Big и Life Sprig. Но уже я без Life Sprig. Bright Big я купил для резистов. У меня и до сих пор резисты не очень. К огню маловато. Вот. Четырех линк. У меня есть пяти линк. Высокоуровневый. Но я не знаю, можно ли будет на нем наролить. Сейчас покажу. Вот, кстати, экс. У меня два экса было, но я один продал. Ну, вот у меня пяти линк. Вот есть вот такой пяти линк. Тест не лезер, но я не уверен, что. А мне, получается, нужно три синих и два зеленых. То есть, я не уверен, что на нем можно три синих и два зеленых сделать. Но я попытаюсь. Но я не уверен, конечно, что это возможно на такой шмотке. Такие цвета иметь. Вот. Скипнул я два квеста в шестом акте. То есть, придется возвращаться делать. Ну, это я всегда так делаю. Скипаю вот у двух боссов. Дополнительных. Вообще, эту лигу я достаточно мало играл, я бы сказал так. У меня всего лишь... Ну, то есть, глубина достаточно слабая. Я брал сотую глубину в начале, но потом рипнулся. То есть, самым первым героем. Вот самым первым персонажем. Это было еще до того, как сделали сохраняющийся... Это было в первую неделю лиги. Я брал сотый уровень глубины Дельва, и тогда еще не сохранялся... Как это сказать? Твои достижения не сохранялись в Дельве. То есть, у меня все тогда испекнулось, сбросилось, когда я рипнулся. А тогда я брал сотую глубину в начале. Обидный рип был. Ну, вот новый персонаж. Хотелось бы как можно дальше им пройти. Не знаю, хотя бы сюжетку, блядь, пройти. У Атлас, ну тут ничего особенного. Ладно, как-то так. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно. Обязательно.